спасибо большое спасибо ирина вам спасибо что пришли как уже сказала ирина я буду делиться своим опытом работы с таким инструментом как посман и как мы его скажем так применяли на своем проекте начну наверное с рассказа о себе немного работаю я в такой компании как постиндастрия опыт работы тестировщиком у меня три плюс года работал на разных проектах на сегодняшний день это проект электронной коммерции где по моему внедрили все что можно было внедрить это и нативные нативные приложения и в мобильные веб-приложения и десктоп веб-приложения и взаимодействия с разными складами вархаусами сейлсфорсами для все для всего для этого писалось API отдельный то есть я дальше немного расскажу еще об этом проекте был волонтером technology nation два высших образования одно экономическое одно computer science собственно наверное это все обо мне наше наше расписание сегодня по которым мы будем говорить это я расскажу что такое API и зачем он нужен буду рассказывать на примере нашего проекта возможности API я думаю гораздо шире но я скажем так поскольку я делюсь своим опытом я расскажу какой именно и как мы использовали себя на проекте это будет платимные приложения для Android и iOS расскажу о проекте поговорим почему мы остановились на Postman и дальше мой доклад будет собственно говоря про Postman что именно и как мы тестировали как мы руками тестировали как мы условно говоря полуавтоматическое тестирование поскольку почему я назвал полуавтоматическим потому что там большое участие человека то есть он должен это все дело там менеджерить запускать там подвязывать файлы и уже можно сказать автоматическое когда такая вещь как Ньюмана который я расскажу тоже постмана будет это все дело через Jenkins запускать и собственно говоря участие человека там минимальное про API есть очень с Википедией длинное определение которое читать не буду есть попроще собственно говоря Application Programming Interface это переводит но это аббревиатура расшифровывается и это такой интерфейс взаимодействия между продуктом который вы разрабатываете и сторонними программами либо серверами если совсем упростить то я думаю ну я так себе представил что оно примерно так выглядит это вот такое место у которого сидит кто-то который может отвечать на вопросы но у него есть четко определенные правила то есть нельзя задавать ему всякие глупые вопросы потому что он не ответит вам но если вы знаете в общем то какие вопросы как задать то получите правильный ответ на в общем задавайте умные вопросы получайте умные ответы примерно это так выглядит еще несколько определений что я буду использовать в процессе доклада чтобы вы понимали то есть API Endpoint это такие URL куда в принципе можно отправлять разного рода запросы о которых я даже дальше тоже расскажу то есть это могут быть либо GET либо POST запросы и получать разного рода ответы то есть есть у этого URL статическая составляющая то есть это там собственно домен версия и в конце такой вот хвостик я его выделил синим цветом это собственно говоря то что вы спрашиваете то есть либо это шоппинг карт вы хотите либо получить либо что-то добавить либо что-то убрать оттуда либо получить там мультипрайсы по какому-то офферу и есть еще такая вещь о которой буду говорить это объекты это джейсон в общем который здесь вот описано то есть имеет ключ и имеет значение через которое можно собственно говоря получать необходимую информацию то есть дальше вот примерно как это у нас выглядит вот такой джейсон нам возвращает API и с помощью магии мобильной разработки все эти невероятное количество значений превращается в достаточно понятный и удобный вид то есть где есть какие-то офферы есть у них цены есть картинки то есть наше мобильное приложение понимает что там допустим из какого-то значения там картинку возьми здесь находится этот оффер в таком-то городе начинается он то есть в принципе это невидная часть это наш API а это то что вы видите и наверное хорошей хорошим тоном считается как можно меньше чтобы ваше приложение дело функционала чтоб все делал API то есть в ваше приложение должно наверное просто собрать нужную информацию отдать API API уже вернуть какой-то результат что еще об API здесь на этом слайде вы можете увидеть какие собственно говоря существуют основные методы работы с API и какие у них бывают статусы тоже немаловажно у каждого эндпоинта может быть разные методы реализованы то есть если говорить например о эндпоинте shopping cart то вы собственно говоря можете сделать на этот эндпоинт пост то есть это создать какую-то потребительскую корзину то есть добавить какой-то товар можете сделать get на этот же эндпоинт на этот же URL и вы получите собственно говоря а какая именно у вашего юзера сейчас корзина активная вы можете сделать delete и удалить эту корзину то есть для любого у любого эндпоинта может быть реализовано какое-то количество методов каждый метод может скажем так иметь свой статус если допустим пост у вас прошел успешно то вам вернется статус 201 почему я об этом рассказываю потому что дальнейшем тестирование это будет использоваться в тестах то есть для того чтобы проверить и понять а собственно говоря как отработал ваш get-метод то можно проверку сделать на статус например 200 что это все все хорошо прошло то есть подробно не буду останавливаться здесь ну и есть конечно пресловутый error 500 который говорит о том что в собственно на сервере все плохо и вообще ваше API никак не отработал его и там все поломалось и можно смело идти к разработчикам и спрашивать что там случилось собственно потому что скорее всего кто-то чего-то поменял тихоря и забыл рассказать о проекте собственно наш проект это 10 брендов которые друг друга повторять ну собственно говоря стратегия проекта была такая что они поглощали со временем конкурентов и делали их своими клонами а от этого тестировать меньше нам не становилось то есть ты просто тестируешь новых сайтов с разными названиями и к тому же еще у десктопной версии и у мобильной версии разная козловая база то есть условно говоря то есть мало проверить только десктопную версию 1000 должен на мобильном пойти все эти кейсы проверить то есть ну в общем было чем заняться API у нас был и для вархауса и для сейлфорса и для нативных приложений на андроиде и ios в этом докладе я буду рассказывать про нативные приложения потому что сейлсфорс и вархаус это такие наши частные случаи наверное они не будут полезны большинству еще такой момент что из-за специфики разработки приложений есть такая необходимость поддерживать порядка пяти версий API одновременно то есть вы не можете взять и изменить ваш API потому что те приложения которые уже установлены у ваших пользователей они просто закрешатся потому что если вы поменяете структуру либо начнете в каком-то другом виде возвращать ответ то те у кого же эти приложения установлены собственно говоря просто получат крэш своих приложений и напишут не хороший отзыв в истории либо в apple play маркете соответственно для того чтобы ввести какой-то новый функционал вам необходимо создавать новую версию вашей API и если уж совсем все критично то делать такую плохую вещь как force update то есть вы просто не разрешаете пользователям кого старой версии пользоваться вашим продуктом и говорите если ты не обновишься мы тебя не пустим сюда но это такая bad practice скажем так поэтому у нас на проекте одновременно порядка пяти версий API существовало на десяти брендах которые в принципе отличались ответами то есть ну в каждой новой версии ответ мог отличаться от предыдущей ну и здесь такая небольшая занимательная математика то есть если это десять брендов это пять версий и порядка семидесяти эндпоинтов там существовало без учета что у каждого эндпоинта еще разные методы могут быть то есть это проверять три с половиной тысячи эндпоинтов руками то есть была поставлена задача каким-то образом надо в регрессию добавить наш API потому что там периодически появлялись жалобы наших пользователей что там что-то крешится не добавить какой-то товар не получать информацию о букинге еще что то то есть задача была поставлена добавить в регрессию API но посчитав так прикинул сколько это дело конечно мы начали искать способ а как это можно автоматизировать потому что у нас худшие времена деплой был через день наверное в лучшие слава богу стал раз в неделю то есть регрессию делать там каждый день это просто нереально собственно да это была реакция такая наверное когда сказали что давайте товарищи давайте будем через день проверять три с половиной тысячи запросов и собственно я искали самое простое решение которое не знаю там за пару дней чтобы люди либо наши тестировщики и хоть как-то автоматизировать как хоть как-то скажем так упростить их работу потому что ну руками это нереально сделать и плавно мы пришли к посману один из наверное одно из один из факторов который повлиял конечно это исторический то есть в принципе все уже на проекте им пользовались но в основном для ручного тестирования то есть никакого там продвинутого функционала не пытались использовать то есть просто отправил запрос посмотрел ответ еще из плюсов которые мы для себя выделили все с чем я буду сегодня рассказывать это все абсолютно бесплатно то есть вы здесь ничего не надо покупать научить вот такой плюс как быстрый переход от ручного к автоматизированным тестированию то есть реально научить человека который ну не знает практически ничего о программировании можно за три дня наверное вот вот этим методом тестировать автоматизированным так сказать очень за короткий промежуток времени все что сделает хоть один сотрудник он может очень легко расшарить с другими коллегами то есть просто отправляешь ссылку своих юзер стори коллекций так называемых и и через две минуты еще один боец готов скажем так обороне вашего API большая поддержка большого количества типов антификации почему это выделил потому что у нас почему-то был антификация была реализована как аус 1.0 который скажем так в процессе поиска какого-то другого решения я просто не смог найти приложение которые все еще поддерживает этот тип антификации поэтому посман тут тоже победил о посмане собственно говоря сейчас это уже приложение которое можно запустить на макосе на линуксе на виндосе раньше это был экстеншен для хрома теперь это уже собственно говоря готовое приложение которое запускается на большинстве популярных операционных систем о функционале то есть я кратко пробегусь я еще буду об этом более детально рассказывать то есть есть такой функционал как collection runner это то что я называю полуавтоматическим тестированием использование переменных это то о чем я расскажу это наверное не функционал больше это больше такой хинт который поможет вам сделать ваши тесты более гибкими и то есть ну на самом деле можно быть очень быстро ими апеллировать манипулировать то есть менять url запросов посман консоль это такая вещь просто вы можете в режиме реального времени смотреть что происходит с вашими тестами куда они идут с какими ответами они возвращаются newman это такая вещь которая запускает все все что делает collection runner но в консоли то есть там с помощью небольшой команды все что вы делали руками будет делаться автоматически ну и расскажу немного про тесты и скрипты в запросах которые можно добавлять в каждый скажем так запрос в вашей истории собственно говоря вот так вот выглядит посман основные не знаю кто-то имел опыт с посманом достаточно много в общем он он на самом деле очень очень юзер-френдли все понятно первый блок это коллекции собственно говоря это те юзер-стори которые вы собираете то есть что вы хотите запускать тестировать второй блок это url куда уходят ваши запросы третий это environment то есть тут вы можете создать большое количество разных environment с разными креденшалами разных юзеров то есть вы можете сделать там допустим превью можете сделать там стейдж какой-то про то есть вы с помощью того что я вам сейчас расскажу вы можете просто переключив environment просто брать и делать запросы все на любой на любой бренд ваш любого environment ну и четвертый блок это собственно сам джейсон он красиво подсвечен все понятно даже типы переменных и типы собственно значение возвращающихся разными цветами выделять так перейдем скажем так непосредственно к советам первый совет это когда вы собираете коллекции старайтесь как можно больше использовать переменных в то везде где только можно зачем это надо вот конкретно на этом примере используется переменные в url запроса то есть такие вот все что выделено двойными фигурными скобками это переменная которая будет подтягиваться из вашего environment то то есть первая переменная стейдж сейчас едет указку видел собственно говоря вот эта переменная стейдж при переключении вашего environment будет подставляться значение превью то есть условно здесь будет превью . потом следующая переменная это домейн она возьмется вот отсюда и будет там называться с каким-то урлом и последняя переменная эта версия она подставится тоже из вашего environment да то есть если вам быстро надо переключаться между брендами либо там между средой либо прод либо превью вы просто environment переключили и все урлы у вас стали продовскими две секунды не надо руками ничего менять ни какие урлы прописывать ничего то есть все вы на проде поменяли вы уже по другим юзером поменяли вы я не знаю на другом бренде то есть вообще либо просто не знаю пошли ваш environment поменяли версию и вы уже смотрите на 1.1.7 версию и все ваши запросы будет уходить на 1.1.7 экономит колоссальное количество времени такая штука это же правило актуально и для тела запроса то есть если вы есть у вас какие-то параметры которые не статические такие как юзер айди карта иди то есть у каждого пользователя соответственно есть своя айди карточки которая наплачивает либо shipping адрес айди то есть прописал в теле запроса переменные вы можете эти переменные подставлять дальше покажу как в автоматизированном тестировании либо можете партить ответы и подставлять сюда то есть ваши тесты становятся более гибкими вам не надо скажем так создавать какого-то уникального тестового пользователя которого будет там статические данные все время следить чтобы не дай бог у него ничего не поломалось и вы наверное не проверите а в принципе а можно ли добавить там платежную карту либо создать shipping адрес с таким методом это легко проверяется то есть есть какие-то статические вещи которые можно не трогать но допустим то что динамически вы прописываете как переменную и потом это все дело можно будет использовать дальше покажу как так следующий этап это тесты запросах в каждый запрос в постмане вы можете добавлять тесты тестов даже скажем так предустановленных достаточно много самый простой который здесь вот представлен это проверка собственно говоря на респонс какой респонс с каким статусом то есть если это двухсотка соответственно это ваш запрос прошел корректно и этот тест не будет зафейлин и если это не двухсотка то вы можете в принципе вывести себе в консоль собственно по какой причине то не прошел запрос и потом когда вы будете запускать автотесты вы просто увидите респонс баде и увидите причину наверное если это какая-то будет нормальная ошибка еще один достаточно интересный функционал это проверка структуры джейсона который возвращается зачем это надо на нашей практике достаточно часто было когда одна из одно из значений ключ значения вдруг вместо string становился там не знаю каким-то другим параметром ну то есть каким-то другой то есть там или буллин там лишь или буллин становился стрингом и соответственно глазами когда у вас просто полотно джейсона это увидеть ну нереально а приложение уже не понимает это и соответственно в какой-то момент кто-то случайно там чего-то в ходе подправил и одно из этих ключей значений перестает работать и у вас просто приложение не отрабатывает из-за такой мелочи то есть вот с помощью джейсон схем достаточно легко вы можете в принципе прописать какие-то базовые значения которые у вас ответить должны быть и какое они даже могут содержать формат и каждый раз когда вы будете прогонять этот тест вы будете знать что никто туда не полез можете прописать такое условие что если кто-то друг в какую-то версию добавил какой-то новый ключ значения которое там не должно быть чтобы этот тест фейлился и соответственно вы достаточно быстро поймете что кто-то что то есть ну почему это же это актуально часто приходили таски допустим добавьте функционал только с версии допустим там 118 там или только в версию 117 то есть соответственно но скажем так как вот предыдущий спикер говорил то есть ну кто-то не дочитал скажем так залил код на все версии и потом короче получили беду с помощью такого решения скорее всего беду не получите либо хотя бы очень быстро не узнаете что она там случилось пока вопросов нет есть вопросы нет вопросов идем дальше еще одна интересная функциональность это парсинг джейсона как используем ее мы на проекте то есть ну не секрет наверное что приложение собственно говоря она не просто что-то там спросила получила ответ и никуда это не дело просто получил ответ и здорово то есть она как-то собирает информацию которую она получает и для того чтобы имитировать это это поведение приложение у вас посмине вы собственно говоря можете в любой эндпоинт который вы запрашиваете добавить вот сколько тут три строки который будет парсить джейсон то есть это он будет разложить на какие-то составляющие и записывать в переменные необходимую вам информацию ну что это может быть вот конкретно в этом случае то есть отправлялся запрос на доступные платежные системы он парсился и записывалась переменная собственно говоря какая в этом бренде в этой версии платежная система доступна записывалась это в переменную платежная система и в дальнейшем в запросах по чекаут использовалась в url запросов ну то есть опять таки это помогает ваши во-первых юзерстори больше похоже на правду не просто вы запросили и все а то есть но имитирует поведение приложения вы в принципе можете покрыть нормальную полноценную юзерстори то есть человек залогинился потом он там приложение посмотрела какие у него есть платежные карты какие у него шиппинг айди это все он распарсил запомнил потом добавил в шопинг карту сделал чекаут в общем очень похоже на правду полезно использовать следующее есть еще такая функциональность как при реквест скрипты как использовали мы их ну наверное не знаю для того чтобы проверить конкретно вот в этом случае мы проверяли регистрацию то есть ну ни для кого не секрет собственно говоря если вы вдруг в вашем автоматическом тесте пропишите статический имейл по которому будет ваш юзер регистрироваться то собственно на следующей итерации он зафейлится потому что скажет извините такой имейл уже есть то есть как мы решили эту проблему мы на джава скрипте собственно скопировали самый простой генератор случайных чего-то там случайной последовательности символов которые просто перед тем как регистрироваться генерировал условно говоря уникальный имейл записывал его в переменную и потом в процессе регистрации подставлял и он это делал каждый раз когда собственно я собирался сделать этот запрос что нам помогало допустим проверить для каких-то целей необычайных там сто раз зарегистрироваться то есть вы просто можно говорить а давай-ка ты сто раз зарегистрируйся и этот скрипт собственно говоря решал проблему сам по себе то есть он генерировал 100 уникальных имейлов которые успешно регистрировались и вы допустим зачем-то можете сказать что можно сто раз подряд зарегистрироваться у нас на сайте и ничего не поломается полезный функционал достаточно теперь мы подходим к такому разделу как полуавтоматическое тестирование он же collection runner что нам позволяет сделать запустить любое количество итераций ну собственно я на самом деле все настолько просто то есть вы просто в нужное поле пишите мне надо этот эту коллекцию эту user story прогнать 20 раз без проблем то есть просто пишите цифру дальше покажу где и он 20 раз прогонять какую-то user story очень интересный функционал это использование csv файлов с набором значений переменных для каждой итерации что это такое я чуть дальше расскажу то есть условно для каждой новой итерации все эти переменные которые вы использовали своих коллекциях вы можете подставлять их с помощью csv файла и собственно посману не надо ничего объяснять он сам знает что новая итерация я возьму значение строчкой ниже и вы можете насобирать себе таких csv файлов целую коллекцию допустим один csv файл будет состоять из всех версий api которые вас поддержатся и вот вам надо прогнать на одном бренде вы ему просто даете этот скармлите этот csv файл и он допустим регистрируется на одном бренде но на всех версиях и собственно говоря там допустим если у вас этих версий 10 тонн вы ему подложите файл csv с значениями этих 10 версий и он в каждом урле добавит новую новую версию и собственно быстро не знаю за минуту проверить а все ли версии у вас до сих пор поддерживает регистрации клиентов или где-то на какой-то версии поломался это актуально и для брендов вы можете собрать файл со всеми брендами со всеми версиями так же самое ему подсунуть этот файл и посман за вас собственно говоря проверит а регистрация работает регистрация работает на всех брендах всех версий с вам руками вообще ничего надо делать только собственно добавить файл нажать поехали все очень я жарю я дальше об этом буду тоже рассказывать но вот эта штука нас выручала очень часто когда надо было там скажем так поиграться тестами там с версиями там на каких брендах проверить то есть все проблемы которые там решаются раньше часами решались там за пять минут собственно то о чем я уже рассказывал что в каждый запрос вашей коллекции вы можете любое количество каких хотите тестов добавить хотите проверяйте как быстро он отвечает в миллисекундах не знаю вам надо знать что endpoint который возвращает офферы ваших вашего продукта там не отвечает больше чем шесть секунд то есть вот вас шесть секунд это критическая точка если больше то файл то есть пожалуйста проверяйте постман делает отчеты их можно экспортировать в джейсон формате и дальше там с ними работать как вам удобнее он логирует все запросы в консоли в своей то есть вы можете в режиме реального времени смотреть куда он отправил запрос какой был ответ сколько времени занимал какие тесты зафейлились какие нет вся информация собственно с какими хедерами он туда пошел с каким телом запросов дальше об этом тоже немного расскажу ну и вот то что я уже говорил что импорт результатов джейсон файл тоже там есть вот так выглядит collection runner собственно говоря я жюри на самом деле все очень user friendly вот здесь вот это истории которые вы можете запустить допустим я не знаю там регистрацию выбрать все что вам угодно то есть собрать коллекции которые вам надо выбрать environment на котором вы хотите это запускать то ли это превью то ли это стейдж то ли это прод то есть у вас просто выпадает из тех environment которые у вас уже есть постмане количество итераций прописать задержку между итерациями какие ответы логировать какие нет и вот вот то что я рассказывал есть такая вкладочка это как дата файл то есть вот сюда вы подгружаете csv файл вы можете потом посмотреть корректно ли он подгрузился постман сам поймет сколько итераций ему делать и вот в этой части достаточно наглядно он показывает собственно говоря а как прошли ваши авто тесты то есть сколько зафейлилась если ничего не зафейлилась то будет пасы будет зеленым если что-то зафейлилась вот у меня тут аж 304 теста зафейлилась то есть он будет красным то есть вам ну очень наглядно вы буквально запустили пошли попили кофе пришли посмотрели собственно либо все плохо либо все неплохо как еще один совет который наверное тоже с опытом пришел перед тем как собирать ваши коллекции пройдите эту юзер-стори на вашем мобильном приложении чтобы увидеть собственно говоря с какими параметрами и с приложения скажем так ходит ваше пи и потому что у нас часто были такие ситуации я то когда я собирал истории я собирал их по 5 документации соответственно я там передавал все возможные параметры которые только были прописаны в этой документации а получалось так что у меня тесты не фейлиться все работает реальные юзеры там пишут что ну там что то не работает не добавляется а потом в процессе изучения кажется что наши приложения да не все параметры передают которые документация написана там не знаю чем собственно руководствуются разработчики но не порой думает а давайте мы не будем кантри передавать там ну или там еще чего-то и соответственно конечно я жрю было бы неплохо чтобы ваши тесты были приближены к реальным условиям это все-таки пройти эту юзер-стори на вашем девайсе посмотреть собственно говоря какие там доп параметры там типа вертикал 1 например равно ол то есть в это может его и не пишите там оказывается там если такой параметр добавить то вам вообще ничего не вернется то есть ну такой как совет то есть пройдите перед тем как собрать эту историю на мобильном реальном девайсе посмотрите а что делает ваше приложение вообще дабы потом не оказалось что вы единственный кто читает api документацию собственно говоря на проекте поэтому отчеты то есть если вы то есть принципе все ваши запуски в collection runner остаются у вас в истории вы в любой момент можете зайти посмотреть скажем так краткую краткое резюме то есть из там какого-то количества запросов 68 тесты не зафейлились 188 зафейлилась и дальше можете по скроллить собственно посмотреть вообще всю информацию то есть какой был запрос с каким статусом какой тест зафейлился там какой был статус как долго он отвечал можно это все дело развернуть посмотреть тело посмотреть хендеры то есть можно перезапустить допустим если вам надо либо создать новый отсюда экспортировать результаты которые у вас то есть достаточно простая штука то есть там две кнопки нажал и вы уже прям почти автоматизатор это то что я рассказывал csv файлах то есть вот такой несложный файл вы создаете если у вас урлы эндпойнты ваши прописанные с использованием переменных то собственно при каждой итерации постман просто будет брать вот тут он смотрит какие названия переменных и на следующей итерации он будет просто добавлять в заменять ваши ваши переменные значение каждой строки то есть первая итерация пройдет вот с таким url следующая итерация соответственно с другим то есть если вам надо проверить я не знаю там все версии сайтов все 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 бренды все версии там с какими-то еще уникальными значениями вы просто ему тот скоб который вы хотите проверить просто в csv файла подложите нажимаете ран и все и пошли пить кофе опять не знаю то есть но есть проблема что много кофе приходится пить конечно но но это решаемо в принципе да можно как-то мы там с этим делом чай воду попить пойти там подышать воздухом но времени достаточно много свободного да вы можете дальше потом ковыряться глубже в посмоне искать какие-то еще интересные функциональности которые скорее всего есть но я них наверное не знаю теперь автоматическое тестирование установив такую вещь как newman дальше я покажу ссылку экспортировал из посмона собственно говоря два файла это саму коллекцию которую вы хотите запускать и environment на котором хотите запускать csv файл у вас уже есть и в своей командной строке написал вот такую громаднейшую команду в которой собственно говорите newman запусти вот эту коллекцию с на вот этом environment и используя перемены вот из этого файла вы получите вот такой результат если вы написали и собственно говоря у вас если вы это с дженкинс научите делать то будет вас дженкинс и вот такие авто тесты бегать то есть вы все автоматизатор на самом деле я не знаю за три дня вы вы автоматизатор тестирования API показываете что ничего себе у вас дженкинс и там все дело там происходит какие то есть там скажем так отчеты все видно все вообще классно на этом все если есть вопросы задавайте ну вот про результаты вернитесь назад получается я так понимаю такой функционал если на Linux все есть если его залить на сервак как модуль грубо говоря и запустить это реально ну там как демоны или еще как то это можно или нет и допустим если он возвращает джейсон ну потом создадим там веб сервак который мы будем получать данные из посмана вообще заходить удаленно для всей команды отображаться результаты тестов как вообще можно такое но у нас у нас он бегает эти тесты на на верну вообще и на локалках и на виртуальной машине но есть один нюанс что посман не умеет работать с файлами с какого-то сетевого диска то есть условно говоря где вы это будете запускать эти файлы которые он будет они должны находиться на этом компьютере ну вот я насколько знаю что есть проблема что он не может там откуда-то там с каких-то сетевых ресурсов брать то есть но у нас на у нас женкинсе на виртуальной машине это все дело бегает достаточно успешно ну да то у нас любой у нас всех кто имеет доступ к дженкинсу могут пойти посмотреть собственно говоря а как прошли эти тесты зайти в консоль вывод консоли там по скролли посмотреть он в конце теста там резюмирует то есть сколько зафейлено то есть он пишет но здесь вот видно он пишет в разрезе каждого запроса еще и резюмирует в конце собственно говоря как прошел прошла собственно запуск автотестов сколько зафейлилась либо за не зафейлилась вообще то есть и любой с наш сотрудник член нашей команды в принципе может зайти в дженкинс и посмотреть это или запустить но нету такой то есть вполне реально я думаю